Мы с вами в Мюнхене, дорогие друзья, Альянс Арена, великолепный домашний стадион Баварии. Комментаторских позиций здесь целых 59 штук. И где-то в серединке, справа от дачан, слева от поляков, дуэт ваших комментаторов Константин Генич и Георгий Черданцев. Мы приветствуем вас, всегда приятно поработать на таком стадионе. Ну и футбол, я думаю, будет соответствующим. Сборная России, сборная Германии. Такой матч мы сегодня будем с вами смотреть. И сопернику сборной России сегодня такой, что сильнее и придумать сложно. Да уж, четырехкратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы. Сборная Германии с каждым годом становится все сильнее и сильнее. Но сыграть против такого соперника интересно. И давайте посмотрим, что нам сегодня продемонстрирует сборная России. Будем смотреть сегодня матч сборных. Внешняя оболочка стадиона Альянс-Арена – настоящее произведение инженерного искусства. Состоит она из почти трех тысяч подушек, наполненных воздухом. Они вдобавок ко всему прочему еще и подсвечиваются красным, синим или белым цветом, в зависимости от того, как... Он с мячом, а продолжает накручивать одного за другим соперником. Чистый пенальти. В пенальти все ясно, но почему игроку карточку не показать? Похоже, арбитр решил, что нарушение не было ни умышленным, ни грубым. Вот будь оно за пределами штрафной, тут, возможно, были бы варианты. Удар в спина Альси. Гол! Тут все сделано, как на... Вот так был реализован пенальти. У нас есть возможность посмотреть на этот гол с другого ракурса. Минимальное преимущество одной из команд к этому моменту. Хумельс. Тут Матса Хумельса прессингует, ему нужно... Надо забивать! И есть! Гол! Долго собирались игроки на эту комбинацию, но пас в итоге получился просто великолепным. Уже два гола он сегодня забил. И кто знает, может быть, мы увидим хет-трик. А вот еще один повтор, на этот раз другого ракурса. 2-0. Отыграться теперь будет труднее. Сами Хедира. Пока неплохо. А вот это может быть опасно. Обостряющий пас. Удар нужен. И он забивает. После розыгрыша последовал великолепный пас. И, как следствие, конечно, гол. Ну что же, разрыв растет. И это уже похоже на разгром. Да, и соперникам явно нужно как-то менять тактику. Давайте посмотрим еще один повтор этого гола. Очередной гол. Преимущество становится просто неприличным. Это может быть опасно. Федор Смол. Удар. Опасно. У нас тут главу. Мяч летит в центр штрафной. Выносить надо. Выбит мяч из штрафной. Жирков. Это может. Шикарный момент. Шикарный момент. Потеря мяча в центральной зоне в результате плохого паса. А неплохо игрок разобрался. Хороший по задумке пас. Юрий Жирков. Посмотрим за этой атакой. Жирков. Вот это удар. Тут может быть опасно. А тут что? Гол. Гол. Еще раз гол. Низом. Мимо голкипера. Загляденье. Второй его гол в сегодняшнем матче. Явный претендент на звание лучшего игрока встречи. У нас есть возможность посмотреть на этот гол с другого ракурса. Солидное преимущество. Отыграть его по такому матчу будет нелегко. Где же удар? Судья нас начал углову. В центр штрафной мяч направлен. Ну и вносить мяч. Он бьет. Отличный сейв вратаря. Мяч перешел к другой команде. Александр Самедов. Отлично сыграно. Надо решать. Удар. Самедов. Может быть интересно. И это просто шедевр. И это его третий гол. Хет-трик он оформляет сегодня. Великолепный гол и к тому же третий. Да, и это уже хет-трик. Стадион просто с ума сходит. Давайте посмотрим еще один повтор. Только с другой камерой. Ну, теперь матч можно с полным правом назвать в одну калитку. Уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде. Тут может что-то получиться. Как он работает с мячом. Всех обыграл. И как опасно пробил. Гол. Мяч в сетке. И это, между прочим, третий гол. Он оформляет хет-трик. Итак, это его третий мяч в сегодняшней игре. Ну что, по-моему, однозначно лучший игрок матча. Да, действительно, я думаю, что он заслужил такой титул по итогам сегодняшней встречи. Так бывает. И не обязательно, чтобы одна команда была на порядок лучше другой. Просто у одной все получается, а у другой ничего. Орбитер останавливает игру и вполне карточку может показать за такое нарушение. Это может быть опасно. Юлиан Драксин. Партнеры поддерживают эту атаку. Месут Озил. Стоит отметить четкие действия игрока, вернувшего мяч своей команде. Видит игрока впереди и отдает пас на ход. Мяч у вратаря. Все в порядке. Мяч перехвачен. Плохо сын. Может получиться интересная атака. Мяч будет введен в игру из-за боковой. Нет, не дошел этот пас до адреса. И удар должен последовать. Удар нужен. А тут что? Гол! Гол! Еще раз гол! Просто изумительная получилась комбинация. И выход один на один прекрасен. Называйте это как хотите, а у меня просто нет слов. Даже междометий нет. Это просто человек-гол. Сто процентная реализация моментов. И сегодня у него залетает буквально все. Одна команда сегодня на поле. Юрий Жирков. Какая техника. Как он обращается с мячом. Вы только посмотрите. Хороший момент тут может получиться. Надо забивать и гол! Резкий, короткий удар. Не берущийся и точный. Что ж творится-то сегодня с обороны, а? Ну, я бы тут не стал сильно ругать защитника. Просто нападающий сыграл идеально. А вот еще один повтор. На этот раз другого ракурса. И продолжают забивать и забивать. Дается игра. Прошу пас, можно обострять. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Озил! Пробил, как говорится, с нерабочей ноги. А мог бы, наверное, и под ударную подработать. Как считаешь? Думаю, да. Но будем надеяться, что в следующий раз у него получится. А здесь, на самом деле, вариантов-то у него было немного. Дмитрий Полос. Смолом. Сомедов. Бить можно и забивать. И это должен быть гол. Мяч в воротах. И это гол. Долго собирались игроки на эту комбинацию. Но пас в итоге получился просто великолепным. А это гол. Сыграно, как по нотам. Вот интересно, а что делали в этом эпизоде защитники? У нас есть возможность посмотреть на этот гол с другого ракурса. Солидное преимущество. Отыграть его по такому матчу будет нелегко. Джошуа Кимих. Разгадали замысел соперника. Они и завладели мячом. Александр Ерохин. Пас на ход. Может быть интересно. Момент для удара. И он забивает. Этого парня сегодня просто не остановить. Этим голом он записывает на свой счет хет-трик. Если чудо не произойдет и кто-нибудь его сегодня не переплюнет, то перед нами, безусловно, герой встречи. Но чтобы его переплюнуть, надо забивать как минимум четыре. Но вряд ли мы такое сегодня еще с вами увидим. Очередной гол. Преимущество становится просто неприличным. Хедира. Отлично сыграно. Надо решать. Денис Глушаков. Но это тот случай, когда полевой игрок может взять мяч руками. С мячом Томас Мюллер. Денис Глушаков. Выгодной позиции игрок. Гол, 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 гол. Головокружительный розыгрыш перед воротами приводит к выходу один на один. И как же хорошо он приложился к мячу. Этот игрок забил, но мы с тобой видели эпизоды, в которых футболисты промахивались с таких дистанций. Это действительно так, но вот здесь прямо все к одному срослось. Кто-то не доглядел, а кто-то вовремя подсуетился. Да, вряд ли ошибусь, если скажу, что судьба матча решена. Вперед он мяч тащит. Отличный отбор, но мяч-то кому достанется? Вряд ли можно в данной ситуации винить игрока, отдавшего передачу. Перехват был хороший. Вот это удар. И рикошет от защитника прямо в ворота. Какое-то невнятное действие в обороне. И вот, пожалуйста, как результат, гол. Да, защитники оказались совершенно не готовы к такому молниеносному выпаду. Первый тайм еще не окончен, а судьба матча уже решена. Как в 2014 году в полуфинале Бразилии и Германии. Пять минут, вот это да. Тут просто подарили мяч соперникам. Проникающая передача. Вперед партнером, но защитник прочитал. Момент для удара. Рикошет от защитника и гол. Печу же просто некуда было деваться. Чтобы не попасть с такого расстояния, надо было очень сильно постараться. Давайте посмотрим еще один повтор, только с другой камерой. Невероятно начали они матч, конечно. По сути, второй тайм превращается в пустую формальность. Александр Головин. Уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде. Неплохой был пас, но какой удар. И это просто шедевр. Положился он здесь на силу и не прогадал. Мяч угодил прямо в левый нижний угол. А вот еще один повтор, на этот раз с другого ракурса. Такое преимущество еще в первом тайме. Немыслимо. Похоже, судьба матча решена. Закончился первый тайм и преподнес он... Жирков. Вот это... В первом тайме команда обеспечила себе очень комфортное преимущество. Это может быть опасная атака. Мяч за лицевой линией. Раньше его вводили в игру защитники. Теперь это делают братцы. Отправляется на скамейку игрок. И трибуны просто с ума сходят. Ну что, вот такие овации. Достойная награда игроку, который сегодня проявил себя во всей красе. Вновь получает мяч трос. Юлиан Драксин. Решил пробить. Надо забивать и гол! Вот так случилось. Прямо перед воротами оказался игрок. Не растерялся. И заколотил мяч в сетку. Да что ж творится-то сегодня с обороны, а? Ну, я бы тут не стал сильно ругать защитника. Просто нападающий сыграл идеально. Очередной гол. Преимущество становится просто неприличным. Жером Буатенг с мячом, но соперник его накрывает. Хороший игрок. Штрафной ставит судья. Игорь Акинфеев. Юлиан Драксин. Посмотрим за этой атакой. Бить можно и забивать! А тут что? Гол! Гол! Еще раз гол! Но ведь чудо-гол, не правда ли? Давненько что-то мы не видели таких слаженных действий в атаке. Спору нет. Расчертили. Просто очень грамотно. Да и свидание с голкипером закончилось феерически. Прекрасный гол. Не хочется это признавать, но разница в классе просто колоссальная. Матч, по сути, окончен. Озил. Наличие в составе команды Месуту Озила гигантский плюс. Даже когда немец вальяжно контролирует мяч, соперник не может чувствовать себя спокойно. Одной передачей Озил способен завести заглохшую атаку. Сделать так, что она... Он накручивает соперников одного за другим. Удар по воротам. Опасно! Гол! Низом. Мимо голкипера. Загляденье. Хорошая позиция была прямо перед воротами. И мячу просто некуда было деваться. Вот я люблю такие мячи. Аккуратненько в угол. Я тоже очень люблю удар на технику, на исполнение. Прекрасный гол. Давайте посмотрим еще один повтор этого гола. Да, вряд ли ошибусь, если скажу, что судьба матча решена. Хедира. Канунников. Это может быть опасно. Вот это удар! И это гол! Низом пробил. Не смог парировать вратарь этот удар. Ух, как зарядил! Как из ружья! Занял отличную позицию. И мяч заколотил в сетку с близкого расстояния. О, смотри, как в самый уголок уложил. Да, отлично подработал мяч и неотразимо пробил. Высочайшее мастерство. Солидное преимущество. Отыграть его по такому матчу будет нелегко. Позил. Александр Головин. Блестящий он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Это шанс! Забивай! Будет гол! Прекрасный гол! После розыгрыша последовал великолепный пас. И, как следствие, конечно, гол. Ну, как так можно давать играть? Это же просто расстрел какой-то на месте. Да, это потеря концентрации. А чем еще можно объяснить вот такую вальяжность действия к защитнику? Одна команда сегодня на поле. Очередная точная передача в его исполнении. Он сегодня хорош. Смольников. Александр Головин. Отлично сыграно. Надо решать. Отличный отбор мяча. Головин. Самедов. Мяч выбит. Угроза миновал. И это шанс забить. И что это? Гол! Потрясающая атака, великолепный прорыв и роскошный гол. Этот игрок забил, но мы с тобой видели эпизоды, в которых футболисты промахивались в таких дистанциях. Это действительно так, но вот здесь прямо все к одному срослось. Кто-то не доглядел, а кто-то вовремя подсуетился. Очередной гол. Преимущество становится просто неприлично. Это может быть опасно. Денис Глушаков. Хороший по задумке пас. Бить можно и забивать. Справляется вратарь. Надо забивать и гол! Головокружительный розыгрыш перед воротами приводит к выходу один на один. И как же хорошо он приложился к мячу. Шикарная атака приводит к такому же шикарному голу. Да, вот с первым ударом вратарь справился, но где были защитники? Оборона здесь голкиперу не помогла. Ну, теперь матч можно с полным правом назвать в одну калитку. Разгадали замысел соперника, они и завладели мячом. Он накручивает соперников одного за другим. Ну и решаться на что-то надо. И это момент! Гол! Многие назвали бы этот гол случайным, но я не из их числа. Нужно быть большим профессионалом, чтобы так точно подгадать момент. Здрасте, пожалуйста. Согласен, форвард сейчас просто взял и съел защитника. Впечатление такое, что просто над соперником издеваются. Марио Гомес. Пока неплохо. Ну, оговорился. С кем не бывает. Позил. Позил с мячом. Позил! Не точно. И все. Надо забыть это побыстрее и играть дальше. Замена. Посмотрим, сможет ли проявить себя новый игрок. Андре Ширли. Александр Ерохин. Пол команды обыграл. Ничего себе! Потеряли они мяч. Теперь надо отходить в оборону. Тут может что-то получиться. Атака закончена. Удар от ворот. Игра близится к завершению. Болельщики гонят свою команду вперед. Да, перед матчем победа казалась данностью. Сейчас она все еще возможна. Но нужно торопиться. Время-то на исходе. Марио Гомес. Отлично сыграно. Надо решать. Уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде. Дмитрий Полкс. Какая техника. Как он обращается с мячом. Вы только посмотрите. Смелее действовать нужно. И это гол! Да, вратарю просто не оставили ни единого шанса. Один удар за другим. На такие голы можно смотреть бесконечно. Шедевр. Пусть не с первой, так со второй попытки все-таки им удается отправить мяч в сетку. Немного сумбурная атака, конечно, получилась. Но гол есть гол. И продолжают забивать и забивать. Дается игра. Тони Кросс. Хумельс. Впереди еще 10 минут. Это может быть опасно. Успешно. Можно бить. Ох, какой гол! Какой гол! Просто изумительная получилась комбинация. И выход один на один прекрасен. Игра на опережение и быстрота мышления. Вот так можно было бы это описать. Да, действительно так. И защитники в этой ситуации выглядели просто статистами. Очередной гол. Преимущество становится просто неприличным. 8 минут и компенсированное время. Вот все, что остается в распоряжении команды. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до своего адреса. Проходит передача. А что он придумает? Мяч в воротах. И это гол! Резкий, короткий удар. Не берущийся и точный. По-моему, к концу встречи у защитников только одно желание осталось. Поскорее услышать финальный свисток. Еще один гол в ту же калитку. И вот такое получается лидерство сегодня. Абсолютное и безальтернативное. В великолепном стиле они берут вверх сегодня. Если не согласны, посмотрите еще раз на табло. Счет говорит сам за себя. Тони Кросс. Кросс. Уверенно действовал в перехвате игрок. Он накручивает соперников одного за другим. Ждут партнеры. Решение тут. Прекрасный гол! Вот так случилось. Прямо перед воротами оказался игрок. Не растерялся. И заколотил мяч в сетку. Ну что же, в конце игры команда еще раз напоминает нам, что сегодня она была сильнее по всем статьям. Да, играли прекрасно. Создавали моменты. И не подвела реализация. И вот такой вот результат. Подходит матч к концу. Приходится констатировать очевидное. Борьбы у нас сегодня не получилось. Кросс. Тут Матса Хумельса прессингует. Ему нужно сыграть надежно. Тони Кросс. Его удары такие плотные, что обжигают вратарям ладони, даже когда они в перчатках. Очень внимательно нужно сопернику играть на подборе. Потому что если отскок перед штрафной достанется Тони Кроссу, мяч придется выгребать из сетки. И как опасно пробил. Угловой удар назначает орбит. В центр штрафной мяч направлен. До нападающих мяч не дошел. Выносит его сразу же из штрафной. Здесь он попадает под прессинг. Разгадали замысел соперника. Они и завладели. Это шанс! Забивай! Блокирует он удар соперника. Самоотверженно сыграно. Шанс убежать в контратаку есть у команды. Мяч переквачен. Шанс организовать суп. И матч завершен. О! Мяч выбит. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова